Детское радио представляет Каждый родитель желает знать Каждый родитель желает знать Программа для пап и мам на Детском радио Здравствуйте, уважаемые родители! Десять вечера, с вами ведущая Елена Самойлова И это значит, что пора говорить о наших детях Тема недели – болезни носоглотки Сегодня поговорим о том, как помочь ребенку с ренитом своими силами И до какого момента это можно делать самостоятельно Расскажем все о каплях, ингаляциях и других средствах Учиться этому будем с нашим экспертом Врачом-отериноларингологом высшей категории Кандидатом медицинских наук Владимиром Зайцевым Владимир, добрый вечер! Добрый вечер! Каждый родитель желает знать Мы вчера с вами начали разговор об аденоидах Поговорили о том, какой степени они бывают При какой степени стоит вырезать При какой стоит избежать операции Давайте поговорим вот о чем Вообще, каковы последствия операции по удалению аденоидов? Очень хорошо в этой ситуации работают примеры из жизни У меня есть друг, и у него ребенок И, конечно, он над ним трясется и дрожит И я ему говорю, не трожь Я сам тебя знаю с подросткового возраста Я сам, я знаю, я тебя видел как пациента Что у тебя твои лорорганы проблемное место И вот вы у ребенка в том числе Но надо подождать Все-таки здесь время со знаком плюс Оно работает на ребенка Потому что ребенок взрослеет Укрепляется его иммунитет раз И растет череп это два Это хорошая история Потому что полость носа увеличивается Носоглотка увеличивается Иммунитет крепнет Есть такое понятие инверсия То есть обратное развитие Когда аденоиды уже не нужны И они уменьшаются в размерах Он не послушался И решил аденоиды все-таки удалить И ребенку стало хуже И он говорит, да как же так Что же это вообще такое Где же правда Может быть соперировали не так А оперировали так Оперировал профессор Который тоже говорил, не надо Оперировал с эндоскопическим подкреплением То есть под эндоскопическим контролем Сделали все очень современно Поэтому, пожалуйста, дорогие наши слушатели Прислушивайтесь Вы слушаете и к доктору прислушивайтесь Давайте еще разок При третьей степени аденоидов Вот вы пришли в одну клинику В другую клинику В третью Вам все говорят, что невозможно это вылечить Но понятно, что преступного сговора никакого нет Все едины в своем мнении Значит, такие аденоиды нужно уже удалять Первую, вторую степень Она лечится консервативно И опять же Мы вчера об этом говорили И сегодня я еще раз повторю Есть понятие аденоидных вегетаций То есть аденоиды могут быть не воспалены Но могут быть увеличены И они никуда не деваются То есть только обильное использование Сосудосуживающих капель Когда мы весь нос Залили сосудосуживающим И к носоглотке притекло И там немножко сократило И на период действия капель Аденоиды чуть поджались А потом опять отпустило Только при такой степени При третьей степени Мы говорим про удаление В момент аденоидита Аденоид это не показание к операции Вот таким вот образом Ответил на Ваш вопрос? Нет, на мой вопрос не ответили Если мы вырезаем А, что может быть плохого? Я понимаю, что аденоид это та вещь Про которую как раз можно сказать Что перерастет Если нет прям острой необходимости Вот если мы удаляем Какой вред организму мы все-таки наносим? Это тот вред, на который мы идем Если мы не можем не удалять Если нам все доктора сказали Вот чтобы сейчас нас родители услышали И поняли, что доктор говорит Что не надо удалять Не потому, что ему не хочется А потому, что удаление аденоидов Ведет к чему? Представьте, дорогие родители Что есть команда игроков на поле Вот вы тренер Вы тренер команды Сборной России Ввиду спорта выберите сами какому И у вас на поле Давайте посчитаем игроков Значит, первые два полевые игрока Самые основные Это наши миндалины небные Гланды Их тоже можно удалить И тоже То есть мы, допустим, их с поля убираем Третий игрок Это аденоиды Четвертый игрок Это язычный миндалин Находится на корне языка И еще два игрока Это трубные валики Они окаймляют Вход в слуховую трубу И это все ткань лимфоидная Это все иммунные органы Отдельные Как вот надпочечники у нас есть То есть, ну, есть органы Наружной секреции Внутренней секреции А есть органы, которые отвечают За иммунитет То есть это наши защитники Абсолютно верно Защитники того, что залетает к нам Через нос И как раз здесь удар Аденоиды и принимают Потому что это влетело в нос А они сверху Как будто сетку такую невидимую Набрасывают На эти вирусы, на бактерии И представьте, защищать некому Все это идет прямиком в организме Совершенно верно Абсолютно верно Следующий момент Это может привести к субатрофии Слизистой То есть пересушиванию И вот эта вот история Вот это вот я сейчас Как будто такое ощущение Поперхивания То есть я подбрасываю Слизь И умышленно увлажняю Заднюю стенку глотки И носоглотку Поймите правильно Природа не терпит пустоты И в природе нет ничего лишнего И если вы видите Что уже других вариантов Просто быть не может Только тогда Эта история является Оправданной И в какую-то Ведь никто не хочет Чтобы лечили под конвейер Кормили под конвейер Стригли У всех, так сказать У всех были прически под конвейер Одевали нас все Как-то конвейерно Мы все индивидуальные И все заслуживаем индивидуальности Мы все как личности индивидуальные Мы все со своим характером Со своим настроением Но мы сейчас говорим Не только об этом Но и про местный иммунитет Аденоиды формируют местный иммунитет Происходит их инверсия Происходит их уменьшение Но это как самолет, например Крыло самолета выдвигается Когда это нужно А не нужно Оно опять собралось Вот это примерно так произошло Аденоиды ушли И миндалины тоже В момент воспаления Они увеличиваются Потому что они берут на себя нагрузку И лимфатические узлы Подчелюстной лимфоденит Если не справляется Кровяное русло То подключается Лимфатическая система И лимфоузлы мы можем прощупать Особенно подчелюстные На уровне миндалин Тоже это происходит Но когда все нормализовалось Лимфатические узлы Что сдулись Это не значит Что мы должны их удалять Взяли скальпель Разрезали шею Отсепровали Все отслоили Ах вы как увеличили Сейчас мы вас отчикаем Это не ногти и не волосы Которые мы должны Периодически стричь И наверное нам стоит Еще поговорить Про цветовыделение Мы об этом Немножечко заявили вчера Это очень тонкая вещь Потому что и к выделениям Относятся по-разному люди И к вязкости И к цвету И к запаху И где-то в этом есть норма А где-то есть жуткая патология И давайте сразу Пугану что ли Хотя пугать в вечернее время Не очень хорошо Можно и не уснуть Есть такое понятие И о нем пациенты И обычные так сказать Граждане не знают А доктора порою забывают Есть такое медицинское понятие Как назальная ликварея Звучит очень так красиво Звучит красиво Как все медицинское Поэтично Назальная ликварея Ты же моя назальная ликварея Это можно так девушке сказать Назус это нос Ликвар это спинномозговая жидкость Арея это не рия Веревочка которая находится На корме корабля Или лодки Арея в полотене Это истечение То есть каким-то образом Спинномозговая жидкость Найдя брешь В организме человека Пробуравливает себе отверстие И выходит через нос наружу Человек слабеет Человек У него темнеет в глазах У него появляется Какая-то Одышка Слабость Усталость Вялость Одинамия Сонливость Вот Это наверное не часто встречается Это не часто встречается Но встречается И самое обидное Что Это то последнее О чем уже начинает думать доктор Ну что ж слушай Ну что же такое у тебя может быть Поэтому Ну об этом Понимаете как Порой сам пациент Он более Ну он же заинтересован В своем выздоровлении И Бывают настолько Начитанные пациенты И это настолько Интересные Собеседники И они Порой Поворачивают мысль И разговор И разворачивают Мнения И отношения И заставляют доктора думать Это прекрасно Ну не потому что доктор Какой-то бездумный Вот Доктор бездумный Безумный Не заинтересованный Ни в чем Нет Но Вектор разговора Иногда Ну как будто ты с филологом Разговариваешь И Настолько плоскость разговора Так поворачивается Вот это о чем То о чем нужно думать Выделение Прозрачное Ну это я так Это может быть В самом конце нужно Пугануть А я что-то пуганул Сам в начале Всех уток распугал Прозрачное выделение И Ну просто идем От От самого Служенного К простому И от самого Как бы безобидного По цвету и вязкости К самому плохому Вот так вот Потому что там Не будет ни запаха Такой легкий Очень прям Практически Еле Еле ощутимый запах И Второй момент Выделение Из носа Прозрачное Это При аллергическом Рините Все-таки Но Здесь будет Яркая клиническая Симптоматика То есть Нос будет Отечен Будет Чихание При этом Будет зуд Будет жжение В носу Поэтому Назальную Ликварею И Аллергический Ринит Невозможно Так сказать Скать Что это одно И то Как бы Перепутать Принять одно За другое Невозможно Вот Выделение Прозрачное Далее Идем Мы Сейчас тоже Скажем Про выделение Осенне Зимнее У ребенка В холодное Время года И у ребенка И у взрослого У нас зимой Течет сильнее Особенно При перепадах При контрастах Температурных То есть Из теплого помещения Из квартиры Вышел на улицу И с улицы Зашел В теплое помещение Наши носовые И кстати Вот эти Выделения Это нормально Чуть-чуть Нормально Даже Когда у человека Нет никакой Патологии Полости носа И у ребенка И у взрослого Значит Мы сейчас говорим О носовых раковинах Когда носовые раковины Выступают Как некие Конденсатор То что Выравнивает Температуру Температуру Да Это именно Так работает И внутриклеточная Жидкость Выдавливается Чтобы с одной стороны Защитить Слизистую От избыточно Холодного воздуха А потом Мы это Сморкались И это ушло И за эти секунды Мы адаптировались К холодному воздуху Но это нормально А некоторые Пытаются это лечить Понимаете Какая штука И залечивают И залечивают И кстати говоря От хорошего От более-менее комфортного Состояния своего Приходят К плохому Потому что они мучают Свой нос Да он у тебя и так дышит Что ты его мучаешь Что ты его промываешь Что ты капаешь Гормоны начинают Сосудосуживающими каплями Там и так Носовая раковина Пытается Сработать А мы ее еще И дополнительно сокращаем Но при условии Такого ощутимого Выраженного Вазматорного ринита Это вариант Хронического ринита Вот это Как раз Этих выделений Будет избыточно много И нос будет течь Постоянно Потому что Носовая раковина Отечная Набухшая Напряженная Ей есть что отдавать То есть она Не кровью делится Да А вот Она как губчатая ткань Наполнена А здесь Эта губка отдает Как будто бы Отжимается Уменьшается В размерах Но при этом Содержимое Из носовой раковины Выходит Вот такое состояние Уже подлежит Вниманию Но из хорошего Что здесь все-таки Доктор в данном случае Назначит правильные капли Не сосудосуживающие Не нужно Услышав слово капли Думать что Сосудосуживающие капли Ну какие-то там Подороже Получше назначат Нет Это будут препараты Витаминизирующие Слизистую И снимающие Воспаление И причем Это будут Не гормоны А раз не сосудосуживающие капли Значит гормоны Назначат Нет Не гормоны А раз не гормоны Значит антисептики Назначат Нет Не антисептики Не нужно Примитивизировать Работу Работу лор-врача А по поводу Гормонов Я хотела Мы хотели с вами Немножко уточнить Я просто сама С экрана телевизора Слышала Что гормоны Содержащие Препараты Назальные Это безобидно Это намного лучше Чем сосудосуживающие Это не так? Это не так Так Это когда Все у нас с вами хорошо И мы вообще просто Проходим мимо аптеки С легким сердцем Я скажу вам так Давайте мы Немножко разделим понятия Мне просто приходится Так немножко Выстраивать Это Обдумывать Момент первый Сосудосуживающие капли Стоят дешевле Чем гормональные препараты Назальные Декангистанты Это кстати Важная составляющая Для нас цена Является определяющая То есть купить Один флакончик За тысячу рублей Или купить Десять флакончиков По сто рублей Это как бы Как бы Второй момент Эффект от сосудосуживающих капель Наступает Гораздо Быстрее В разы Потому что это адреналин Это адреналин Содержащий препарат А в свое время На предметных столах У врача В кабинете Прям адреналин стоял Потому что нам нужно Быстрое сокращение Да и пациент приходит В очень плохом состоянии Сильного отека Потом правда Это исчезло Как-то На самом деле Это и неплохо Поэтому Я к чему Все это говорю Может сложиться Впечатление Что раз Сосудосуживающие капли Более доступны И более такие Эффективны По быстроте По скорости Своего действия То они как будто Хуже Но нет Не за счет Купил Купил Решился Все И дальше Туши свет Бросай гранату Нет Так действовать нельзя То есть все Должно исходить От врача Не надо Экспериментировать Над своим носом Происходят Есть даже То есть Препарат номер 1 Номер 2 Номер 3 Номер 4 Какой бы мне Сегодня назначить Так я сегодня Нет это еще не назначал Нет это так не работает И хочется вернуться К выделениям из носа Мы проговорили Варианты прозрачных Выделений Теперь мы идем Уже по цветности Выделения Которые имеют Цвет и запах Желтый цвет Зеленый цвет Эти выделения Бактериальные Мы говорим О бактериях И даже Если взять Мазок Из полости носа То Мы можем Предполагать По цвету И запаху С какой инфекцией Мы будем иметь Дело Бактериальный Это тоже Не норма И третий вид Выделений Это выделения Имеющие Такой Белесовато Вязко Сирозный Характер Мы сейчас Говорим О хроническом Состоянии Хроническом Вазомоторном Рините Когда Человек Мучается Годами И его Беспокоит Не столько Заложенность Носа Сколько Выделение Последний Тип Выделения Это при Полипозном Процессе К сожалению Полипы в носу Тоже растут И в пазухах Носа И когда Идет Стадия Обострения Это тоже Провоцирует Выделение Тоже Провоцирует Тренарею И порой По клейкости По вязкости Выделения Мы видим Что И мы понимаем Даже вот пациент Приходит У него в руках Носовой платок И он Постоянно Дотрагивается До носа Чтобы Эти выделения Идут Безостановочно И при этом У него Немножко Гнусавый Голос И при этом Пациент Говорит А я дышу Какими-то Периодами То я делаю Вдох У меня Как будто бы Отпустило Потом Выдох У меня Заложило А это История Маятникообразности Полип Качается В носу Как в винограде На грозде Винограда И чем сильнее Он сделает Вдох Тем сильнее Подвинется Этот полип Поэтому То лучше То хуже Но и еще Цвет Выделений Бывает Такой Янтарно-желтый Это Лопнула Кистозная Оболочка Разорвалась Киста И в нос Внезапно Прям целым Таким объемом Прям в ладошку В жменьку Вылилось Желтовато Зеленовато Такой цвет И очень вязкий Липкий Это мы говорим О Кистозной Жидкости Вот вы видите Насколько много Выделений может быть Ну про кровь мы не говорим И слизистая Но если мы говорим Про слизь С прожилками крови Здесь мы должны Насторожиться В плане онкологии Да к сожалению Тоже такие состояния Бывают Чтобы подвести Итог Выделения А еще мы не говорим Умышленно Про запахи То есть Эти выделения Могут еще и пахнуть И доктор хороший Да Я не говорю Что брезгливый Или не брезгливый Доктор Но доктор думающий Порой и понюхает Он возьмет Такой мазок Попробует И понюхает Палочком Он поймет уже Что С какой микрофлоры Он имеет дело Это прям в момент Обращения Он уже может Поставить диагноз Поэтому Не лечите Пожалуйста Выделение Какими-то Носовыми платками Тряпочками И на уровне Какого-то самолечения К сожалению Это не поможет К сожалению Потому что Проблема Может исходить Из гайморовых пазух И добраться Туда сложно Проблема Может быть Застарелой И лечить ее Придется Ну не так же Долго Но долго То есть Это бывает Лечение Не на одно действие И скорее всего Часто Может быть Не скорее всего А часто Бывает так Что мы Первым шагом Первым этапом Провели Консервативный Этап лечения Сняли остроту Сняли напряжение Отек Воспаление И поборолись С этими выделениями Победили их А следующий шаг Мы оперируем Отечную Носовую раковину Мы соперировали ее Уменьшили ее В размере Причем Не путем Отрезания Создали ей Придали ей Тонусность Она таким образом Отодвинулась От перегородки носа Общий носовой ход Имеет возможность Полноценно дышать Носовая раковина Перестала быть Ослизненной Как Представьте Кусок мыла Который лежит В мыльнице В воде И вот такой Обмылок получается И вот эта слизь Как раз течет По задней стенке глотки Вот этого не будет И нос будет дышать Полноценно Бесконечно долго И без капель Если мы говорим О рините Самом простом Которое Неосложнение С которым Можно побороться Самому Да Какими методами Можно себе помочь Ну например Там иногда Родители прибегают К ингаляциям Тут сейчас Говорят Что ингаляция Вещь бесполезная Стоит Дышать Сейчас Значит По поводу Ингаляции Если раньше Давайте про ингаляции Так Сначала Ингаляции Мы абсолютно Точно Отождествляли Это Кастрюля Да С картошкой Подышать Картошка И полотенце Накрывали голову Там значит Все стерильно Поскольку Уже прокипятилось И дышали этим паром Это приводит К распариванию Ну представьте Вот мы ноги Тоже поставили в воду И они у нас потом стали Кожа у нас набухла Распарилась Поэтому я против Таких паровых Ингаляций Дальше Пришла эра Ингаляторов Сначала Просто Ингаляторов Не ультразвуковых А потом Появились Ультразвуковые Ингаляторы За ультразвуковыми Ингаляторами Пришли Небулайзеры Это специальная Такая Микромембрана Которая Дребезжит Таким еле Заметным образом Мы здесь говорим Про то Насколько частицы Сильно разбиваются И Если мы говорим Про небулайзерный Тип ингаляции То она хороша Для бронхолегочной системы Потому что И в бронхи уходят Ну безусловно И в трахею И до легких доходят И это будет Крайне эффективно Каждый родитель Желает Знать Друзья Время нашей программы Подошло к концу Напомню Что всю неделю Нашим экспертом Был врач ОТ-риноларинголог Высшей категории Кандидат медицинских наук Основатель Руководитель Лор-клиники Доктора Зайцева Постоянный Лор-эксперт Телеканала Доктор Владимир Зайцев На этом Я Елена Самойлова Прощаюсь Если у вас есть вопросы Касающиеся Воспитания Здоровья детей Оставляйте их На страничке Нашей программы На сайте ДетиFM.ru Кстати Там же вы можете Еще раз Переслушать Все выпуски Нашей программы Которые уже были в эфире Более того Послушать этот И другие выпуски Программы Каждый родитель Желает знать Можно в любое время На популярных Подкаст-платформах Просто заходите В Apple подкасты Подкасты ВКонтакте Или Яндекс.Музыку Пишите в поиске Каждый родитель Желает знать И слушайте Не забудьте Подписаться на подкаст Чтобы не пропустить Новые выпуски И помните Что детское радио Можно слушать Вместе с ребенком Практически везде Мы всегда рядом с вами Не только в эфире В телефоне В автомобиле Но и дома В умной колонке Просто скажите Своей умной колонке Включи детское радио И слушайте нас Когда захотите Друзья До встречи Всем хорошего вечера И отличных выходных Каждый родитель Желает знать Каждый родитель Желает знать Программа Для пап и мам На детском радио